Всем привет, с вами Джаббл Макс и в этом видео я вам расскажу о таком вот мини-руле. Также покажу его в действии, расскажу как сделать и давайте начнем. История началась с того, что мой знакомый, являющийся подписчиком группы GPX, скинул мне интересную статью, которая была написана о мини-руле для геймпада Xbox One. Хоть я где-то и видел данную статью давным-давно, но почему-то именно в этот раз она меня очень сильно заинтересовала, что я решил это опробовать. Для создания модели надо было найти у кого-то 3D принтер, к сожалению, у меня знакомых таких нет, и поэтому я обратился в контору. Также надо было найти подшипник. Данное изобретение мне обошлось в 400 рублей и напечатали где-то его за дней 5. После распечатанных деталей мне нужно было найти подшипник и я взял его из спиннера. После того, как мне все распечатали и я нашел подшипник, мне, естественно, оставалось только собрать эту чудо-конструкцию. Ну вот я и сделал. Теперь крепим этот руль на геймпад и готово. Теперь у нас готов мини-руль. Будьте внимательны, в файлах для печати существует два вида крепежа. Для геймпада в третьей ревизии и для более ранних версий. Не перепутайте. Вот так он выглядит в готовом состоянии. Ну, в принципе, неплохо. Клёво. Ставь лоис, если нравится. Сказать честно, первые впечатления оказались не очень и далеко не так, как я себе представлял. Ну, конструкция хоть и крепкая, но пока что неудобная. Руль крутится туго, скрипит и пока не вызывает доверия, но давайте опробуем его на деле. Итак, я протестировал это творение и хочу сказать, что данная конструкция неудобна вообще. Мало того, что от неё у меня покорябался стик, так ещё и плавности поворота никакой нет. Ибо количество зубцов тут очень маленькое. Играя через мини-руль, вы получаете на 3 секунды новую атмосферу. Но ни о какой суперчувствительности речи тут быть и не может. Сначала я предполагал, что у меня не получается контролировать машину, потому что играю от третьего лица. Но нет. И с вида от кабины точно такая же фигня. Как играют на ней другие блогеры, я вообще не понимаю. Либо у них какой-то другой материал пластика, либо у них какая-то доработанная версия данного руля, которая придаёт чувствительности. Ибо на видосах у них, ну, реально всё сказочно выглядит. Но мой вам совет. Не делайте это говно, если у вас нет 3D принтера. Вы просто потеряете деньги, как я это сделал я. Задумка хоть и прикольная, но реализация оставляет желать лучшего. На этом у меня всё. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Ведь без твоей поддержки каналу будет очень трудно развиваться. Также не забывай писать своё мнение в комментариях о данном руле. В самый прикольный комментарий попадёт в следующий видос. Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»